Песня Именно так с песнями и танцами открыло свое дверь и посольство Турции в Молдове, строительство которого продолжалось последние два года. На мероприятии собрались бизнесмены, культурные деятели, а также коллеги Мехмета Селима Картала с представительств других стран. Всех объединял не только повод, но и живое выступление хора Мисра из Турции. Это группа любителей, но, как мы могли слышать, поют они не хуже именитых певцов. Профессиональными музыкантами были лишь инструменталисты с турецкого телевидения. Хор выступает с 2013 года, а приехали они к нам по собственному желанию, чему я очень рад. Они приехали здесь по собственным причинам. Завершение строительства нового здания турецкого посольства пришлось подождать. Так, проектирование заняло два года, с 2011 по 2013. Сегодня это современное трехэтажное здание, которое вписывается в архитектуру улицы Алексея Матьевича. В наружной отделке стены использовался натуральный мрамор. Дорожки и прилегающая территория вымощены гранитной плиткой. В целом, площадь посольского комплекса составляет почти 5000 квадратных метров. Его построила одна турецкая компания. На территории посольства располагаются два здания – консульство и резиденция. Между ними, где проводятся сегодняшние мероприятия, находится главный зал для официальных приемов. Я доволен результатами проделанной работы, в которой переплетены современные технологии и турецкая культура. Это одно из самых больших посольств в Молдове. Думаю, что открытие обновленного посольства Турции будет плюсом для обеих сторон, а его красота – отражением наших гармоничных отношений. Я рад быть частью этого. Помимо музыкального выступления на мероприятии, также можно было увидеть и картины молдавского художника Ливию Хынку. Переплетения молдавской и турецкой культур заметны и в экономической сфере. Господин посол отметил, что дружба Молдовы и Турции приносит плоды для обеих сторон. Ранее также был предпринят ряд действий, направленных на сближение наших стран. Мы отменили визовый режим с 2014 года, 1 июня. Благодаря этому люди могут путешествовать без виз. Мы также подписали торговое соглашение, которое должно внести в отношения Турции и Молдовы что-то новое. Строительные работы вела турецкая компания, выигравшая тендер. Она же более 10 лет назад возводила посольство Российской Федерации в Кишиневе и вела некоторые работы в посольстве США. На стройке, кроме турецкого персонала, были задействованы местные специалисты и рабочие. Господин Картал надеется, что новое здание посольства Турции укрепит давнишнюю дружбу и откроет новые возможности ее развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова